Сонотекс представляет Селеста, только Селеста Сонотекс представляет Автор сценария Энрике Торрес Операторы Флавио Фава, Гектор Монейро Музыка Торреса и Нильсона Продюсер Рауль Лекуна Режиссер Николас Дельбока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Я умираю от твоих поцелуев А твои заставляют меня жить Похоже, за эту неделю у моей луны стыдливости немного поубавилось Зачем ты? Так нехорошо А все-таки я немного устал Сейчас бы поспать двое суток без перерыва Хотя в одной постели с тобой вряд ли бы мне это удалось Не хочешь сходить в душ? Хорошо бы Но у меня нет времени ни для этого, ни для сна Что такое? Нужно сходить к Рамиру Мы ведь даже не позвонили ему после приезда Ты будешь по мне скучать? И не мечтай Когда вернешься, я уже давным-давно буду спать Я стану тем самым принцем От поцелуя которого проснется спящая красавица Только дай мне отдохнуть часика два Я очень устала А вот после отдыха Что после отдыха? Тихо-тихо Селика Опять? Нет Нет Кто вы? Роберто Я новая домоправительница особняка Висконди Невероятно Такое ощущение, будто вернулись времена, когда в этом доме нельзя было поговорить, чтобы тебя не подслушали Здесь всегда у стен были уши Мне нравится мне это Теперь все по-прежнему Обстановка становится все более зловеще И это меня пугает Я боюсь этой, Роберто Думаешь, я не боюсь С каждой минутой она все более и более становится похожей на селику Но на этот раз, Аида, мы это не потерпим Невозможно Опыт чего-то достойно Нет, мы же многому научились Помнишь поговорку? Опыт это расческа, которую тебе дарят, когда ты облысеешь Ты права, этот дом все более и более становится похожим на прежний особняк Висконди Может, когда Терезой не станет Ради бога, Сильвана Ты меня поражаешь, как ты можешь? Я сама себя поражаю Но это я от беспомощности Что мы можем? Я никогда никому не желала смерти Но Терезе Уж если кто этого заслуживает, так это она Я понимаю, после того, что она тебе сделала Нет, дело не во мне, а во всех, Аида Она измучила нас Пока ее не было Мы жили спокойно Не скажу счастливо, но хотя бы спокойно И стоило в этом доме воцариться покою Она возвращается и война возобновляется Да, ты права Невероятно, но Тереза превратила Роберту в тень селики Мы это терпим Все это зло исходит от твоей заловки Аида, ты должна поговорить с Селестой Нет, 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 нет Да, ни в коем случае Она и так столько пережила Селеста теперь хозяйка дома И только она может поставить Терезу на место Она должна раз и навсегда указать Терезе, кто она теперь И поставить на место эту дому правительницу, пока та не стала всем здесь заправлять А к этому идет Эта женщина способна раздавить Селесту Как таракан Именно поэтому Тереза ее и взяла Да Да Я поговорю с Селестой А она не помню Почешь, я настаивать не буду Дело не в этом Тогда и говорить нечего Ты согласился Я сказал, не знаю Просто твоя мать тоже может приехать Речь не о ней Ромиро, мы все очень тебя любим И не хотим, чтобы наш сын рос и не слышал твоих советов Ты наш друг Ты мой друг Один из немногих моих друзей Ты мне нужен Селеста будет очень рада Франко, я вас тоже очень люблю Это правда? А чем это еще может быть? Останься Хотя тебе, наверное, и горько видеть наше счастье Иди ты к черту Что за чушь, Франко? Ты считаешь меня подлецом? Пойми ты, наконец Мне не больно видеть твое счастье Наоборот, я ведь знаю, что твое счастье Это и счастье Селесты Франко 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 Иди скорее, прошу тебя Что с тобой? Я хочу тебе кое-что показать Что случилось? Сейчас увидишь Она будто с ума сошла Смотри Нет, кто-то убрал мою кровать Не надо, Селеста Ты думаешь, я сошла с ума? Нет, я не хотел Я видела, видела Объясни, наконец, что происходит Я бы тоже хотела понять Нет Только не она Я не хочу Я не хочу О ком ты? Я не хочу, чтобы Селика вернулась Прошу тебя, Франко Я больше не могу Не могу Любимая, успокойся У вас такие красивые волосы, сеньора Местите мне, Роберта Это не лесть, это восхищение Вы такая... Вам не нравится, что я вами восхищаюсь? Нет, ну что вы Ваше восхищение вполне естественно Что вы хотели сказать? Я? Сын? Да Вы начали говорить, что я такая... Такая изящная Такая элегантная Настоящая дама А молодость? Роберта, я выгляжу молода? Это вечная молодость, сеньора Вечная В нашем доме никогда больше не появится ведьма Ты сама этого не допустишь Ты ведь теперь хозяйка Успокойся Это просто усталость Тебе нужно пару часиков поспать Да? Да А я пойду Проверю Лукаса И сразу вернусь А когда вернусь Ты уже будешь спать Хорошо? Пожалуйста Мало того, что у меня отняли мою спальню Ты еще и врываешься ко мне Без стука Почему? Не пытайся Ну вот Еще и оскорбляешь Какого черта ты подложила в кровать черную розу? Черную розу? Да, черную розу в мою кровать Наверняка это сделала твоя жена Бедняжка, у нее никогда не было вкуса Но что поделаешь Я задал тебе вопрос Я не знаю Селеста такая странная Не удивлюсь, если она увлеклась черной магией Я не позволю тебя, мама Спокойно, Франко Я сейчас говорю Я в своем доме Колдуньи не потерплю Этот дом Был, есть и будет Настоящей обителью Ревностных католиков Продолжайте, Роберто Вы рассказывали о своем восхищении мною Да Скажите мне еще раз Да Ты? Да Элистань, что случилось? Я же говорил, это не проблема И нечего каждый раз беспокоить меня по пустякам Хорошо, хорошо, спасибо Спасибо И почему это мой малыш так заволнован? Не забывай, я знаю, как тебя успокоить Это правда Ты способна добиться чего угодно Этим мы и похожи Ты такой задумчивый Ты веришь, что мы завладеем этой империей? Верю ли я Конечно Тереза устроит так, что ее дочери и тата Что в клинике В один прекрасный день умрет А сама Тереза уйдет после женитьбы на мне Эта часть плана мне нравится меньше Затем мы устраним селестру И владельцем всего станет Франко Он станет твоим Он человек Сдержанный, замкнутый Сангвиник Вдовство, безусловно, его подкосит Тут-то ты подставишь ему плечо Станешь его опорой А потом уже нор Потом плечо уберешь, и он рухнет Несчастный случай и прощай Франкиту Ты все просчитал До деталей А потом ты избавишься от Терезы И мы поженимся И будем хозяевами всего Терезу я убивать не буду Незачем Спит сделает это за нас Этим-то ты все время и занимался Не только этим Я занимался и другими вещами Думал Например Думал О чем? О многом Например О том, что ты, Микеле Так и не снял с себя Сутану Не пытайся меня переубедить Это бесполезно Я не хотел тебя обидеть Я не обиделся Знаешь Мне их не хватало Наших старых споров О религии Мне тоже Помнишь отца Бенхамина? Бенхамин Бенхамин Вера не дискутируется Вера не обсуждается Вера Вера упоминается Я так рад нашей встрече, Микеле Я тоже соскучился по нашим разговорам до утра По нашим детским идеям А больше всего по той игре, в которую мы играли Когда не могли заснуть Помнишь? Цитаты? Да Я вспомнил одно Не нужно понимание Для того, чтобы верить Но нужна вера Чтобы понять Святой Ансельм? Да, сеньор А теперь я Каждый человек враг самому себе Сейчас узнаем, все ли я забыл Думаю, это Анакарсис Точно Значит, кто-то еще помнит Жаль, что нас учили в основном запоминать чужие слова А человек? Человек всегда был где-то на втором месте Это вина не только церкви Всех общественных институтов Такими были средневековые короли Такие же современные политики Для начала родина, потом партия И только потом человек Человек всегда на последнем месте Разве не то же самое в церкви, Микеле? Кто для вас важнее? Бог? Или человек? Забудь про то, что я тебе говорил А зачем сказал? Как мне надоели люди, которые не хотят ранить, но ранят С твоим здоровьем все в порядке Ты поправляешься Меня волнует другое Что, Маркус? Твой друг говорит обо мне Как и все твои друзья Их беспокоит тот образ жизни, который я веду Или который ведем мы с тобой Нет, это невозможно Ты ведь ни на что не способен Спасибо Сеньора, вы прекрасно знаете, что вашего мужа нельзя волновать Я так и делаю Ни днем его не волную Ни ночью к нему не пристаю Как вы жестокая Я кажусь вам жестокой Клара, не будь так вульгарна Я настоящая дама Амадео, я пойду Не уходи, ты мой гость Это мой дом Уйдет она Этот дом принадлежит и мне Пойдем, Маркус Перейдем в кабинет Видите Оказалось, что грубияна-то Это вы Бросили меня одну И пошли смотреть свои грязные фильмы Таковы все мужчины Нет, Микеле, нет Тебя бы я не стал обманывать Я не обрел мир, облачившись в сутану Но я не обрел его, покинув церковь Проблема не в том Что я потерял А в том, чего я не могу получить И чего же ты не можешь получить Женщину, которую люблю И кто она Кто завладел твоим сердцем Знаю тебя, могу сказать, что это должна быть натура артистическая Наследница престола Супермодель Поделица ресторана Проститутка Я верно вас слышал Ты сказал Проститутка Она живет Жизнью проститутки Как ты с ней познакомился? Нет, не рассказывай Я сам понимаю Нет, все было по-другому Послушай Не знаю, как я могу помочь тебе Разве что Выслушать Верно Только выслушать Она жена моего отца Мне эта волшебная косметика После всего того, что произошло Я бы выглядела ужасно Нет, сеньора Вы сильно ошибаетесь Вы никогда не будете выглядеть ужасно Я сказала что-то не то Нет Как раз наоборот, Руберто Хочу вас попросить С этого момента Каждый раз, когда я буду прихорашиваться перед зеркалом Разговаривайте со мной И стойте за моей спиной За моей спиной Вы поняли? Да, сеньора Как селика 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 Никогда не задавай мне вопросов, Руберто Никогда Простите, сеньора Ничего, Руберто Ничего Дело в том, что В этом доме Нужно быть Очень осторожной Не поняла? А в этом доме есть люди Которые желают вам зла Хотят вас сглазить И много людей в этом доме Которые желают зла мне Да-да-да Именно поэтому они обращаются со мной Как с больной Да Они Хотят избавиться от меня Эти люди заразили меня Этой ужасной болезнью Чтобы избавиться от меня И виной всему Это Это незаконно рожденная И, конечно, Сильвана Сильвана тоже меня ненавидит Сильвана угрожает моей жизни Она давно меня ненавидит Потому что ее муж Всю жизнь любил меня Потому что она никогда не имела Сияния Своего шарма Она такая невзрачная Вам волноваться не приходится, сеньора Вы великолепны Да Вы правы, Роберто Роберто Вам не кажется Что у меня слишком Маленькая грудь Конечно, нет, сеньора Серьезно? Ваша грудь Полна жизни Женщины всегда думают О размере Но ведь главное Форма И красота Форма и гармония Создают красоту Да Конечно Продолжайте Продолжайте Вы, сеньора Человек удивительной красоты А какая у вас кожа Как она бела и нежна Вы видите? Посмотрите на отражение Вашего тела Посмотрите Как оно гармоничнее Сеньора Да, это так Я жива 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 И буду жить Вечно Вечно Гидо Я не хочу, чтобы ты уходил расстроенным Мне стыдно, что я рассказал тебе это Это твоя жизнь Твоя? У тебя нечего стыдиться Нужно жить Ты мне очень помог Ты мой единственный друг Ты можешь прийти ко мне в любой момент Можешь позвонить И мы встретимся Или ты можешь, как и раньше Уйти в себя И твои страсти и сомнения Будут раздирать тебя изнутри Но ведь есть и я, гида Я всегда рядом Спасибо Пипо Франко Франко Пипо Вот это сюрприз Какая радость Как ты? Отлично Это же глупо, Рамира В этом доме всегда столько конфликтов Я не хочу спровоцировать еще один Теперь здесь все по-другому Может быть, надеюсь Не знаю, почему говорю это Но Будь осторожна Ничего не меняется быстро Это все из-за Терезы Похоже, она опять начинает создавать всем невыносимую жизнь Ты должна бороться Мне нужен друг Который поддержал бы меня Ты представляешь? Когда мы только-только вернулись из Италии Франко отправился к тебе поговорить Я прилегла Повернула голову и Селеста, это отвратительно Отвратительно врываться в мою спальню без стука В твою спальню Простите, я забыла Свой же хозяйка дома Но ничего не изменилось Я тебя разоблачила Не понимаю Сеньора Замолчить, развратник Хватит, Тереза В моем доме оскорблять запрещено Защищаешь своего любовника Перестаньте Любовника? Разумеется Я всегда это знала Ты избавилась от униформы, но не от привычек Бедный мой сыночек Если ты ищешь эксперта по разврату Иди к себе и посмотри в зеркало Мы с тобой не одно и то же Разумеется, нет Тебе никогда не стать такой, как я Сеньорами рождаются К счастью, я не похожа на тебя Ты еще пожалеешь о своих словах На что ты намекаешь? Я ни на что не намекаю Просто говорю о том, что вижу и слышу Действительно, ты никогда не говоришь о том, что чувствуешь сердцем Не пытайся меня смутить Я видела, как твой дружочек тебя ласкал Рамиру не дружочек, он мой друг Я прекрасно понимаю, что это означает Бруно тоже был моим другом И твоему папаше совсем не нравилось, когда мы оставались наедине Не оскорбляй память моего отца, дрянь А ты не оскорбляй меня Бедный мой сыночек Ты его оскорбила? Слава Богу, у него есть мать, которая его защитит В этом доме всегда жили достойные люди Высокоморальные О чем говорит эта сумасшедшая? О том, что это незаконно рожденная Наставила рога моему сыну Ей это с рук не сойдет Я привез эту фотографию специально для тебя Селеста рядом с папой Боже, Франко Какая прекрасная память Да Замечательно Как прошел ваш медовый месяц? Хотя я понимаю, я имел ввиду ваше путешествие Хорошо, хорошо, прекрасно Нам оно было необходимо После всего того, что случилось с Селестой Ей нужна была передышка Да Вообще-то, Селеста не хотела, чтобы я отдал тебе эту фотографию Почему? Она сказала, что ты мой друг Ее совсем не знаешь Она очень застенчивая Храбрая Но застенчивая Часто стесняется разных вещей В то воскресенье мы были в Риме и не могли не заглянуть в Ватикан У тебя очень красивая жена Как видишь, я не очень хороший фотограф Не специалист Но подумал, что для священника лучший подарок – фотография папы Может, тебе не везет с фотографированием Но тебе очень повезло с женой Селестой Тебе не нравятся мои поцелуи? Нет, дело не в этом Не обманывай меня Правда, на чем? Просто губы у меня сухие Не серди меня Это угроза Просто совет, любовь моя Тебе нужно умыться, а то ты съела помаду А я не хочу, чтобы меня обвинили в совращении домоправительницы Ночью, когда все лягут, придешь сюда Зачем? Как это зачем? Как мы были женаты? Ты мне такие дурацкие вопросы не задавала Как поживает ваш друг? В сомнениях, бедняга Он всю жизнь сомневается Микеле – это ходячее сомнение По крайней мере, он куда-то двигается Неправда Он ходит по кругу Но я им восхищаюсь Он поразителен Он всегда хотел изменить мир И это ему помогает Есть вещи, которые нельзя изменить Знаю Может быть, стоит изменить образ мыслей? Только не надо намеков Это не намеки Я тебя изучил Знаете, Гидо Смирение – это спорт, который будет полезен многим Ты говоришь так от старости? Нет В вашем возрасте смирение тоже нужно Надо уметь себе отказывать В жизни нельзя иметь все Тем более Жену своего отца Помнишь наш разговор позавчера за ужином? Не помню Ты сказала, у тебя есть жених Ты долго думал Это неудивительно Ты всегда разговаривал со мной с опозданием И все узнавал обо мне последним Не уходи от темы Ты уже знаешь У меня есть жених Жених, папа Кто он? Чем занимается? Где работает? Извините, я искал кабинет директора И попал в застенки гестапо Меня бесят твои шутки, Валентин Папа Где твое чувство юмора? Дядя не хотел тебя обидеть? Но обидел Папа злится, потому что не знает моего жениха Я не злюсь Это решается очень просто Есть телефон? Пригласи его сегодня к нам Будет лучше, если он придет попозже Тогда он познакомится со всей семьей Жаль, если он не застанет вашу мачеху Смотри Смотри, какие игрушки Какого зайца привезла мама А вот и черепаха Роберто Роберто Присмотрите за ним Роберто Роберто Я хочу с вами поговорить Пожалуйста Это вы убрали черную розу из моей кровати Не понимаю, о чем вы, сеньора Не лгите Клянусь, сеньора, я не убирала никакую розу И не вы ее положили? Нет, разве сеньора просила меня об этом? Не издевайтесь надо мной Вот что я вам скажу, сеньора Сеньорита Мне о вас рассказывали Да? Мне тоже о вас рассказывали Не ссорьтесь со мной Я не собиралась Надеюсь Мне бы не хотелось, чтобы вы потеряли работу Я знаю, что такое нужда Да Мне об этом рассказывали И что же вам рассказывали? Что вы были служанкой в этом доме Да И я этого не стыжусь Была служанкой, стала хозяйкой, а теперь сеньорой Женой хозяина, так будет вернее сказать Руберто, что вы имели в виду? Ничего Это ведь правда? Вы жена хозяина И хозяйка этого дома Хозяйка Прошу тебя, Селеста, зачем же так кричать? Сильвана Настоящая сеньора не должна кричать Она может повысить губы Но не орать Говорить надо тихо Очень тихо Я бы никогда не решилась выгнать на улицу твою мать Но и моему терпению есть предел Ну ты же ее знаешь Конечно знаю, но привыкнуть не могу Никто бы не смог А ты ее оправдываешь Защищаешь Вот она себя так ведет Поэтому Люди меняются постепенно Когда я была служенкой Мне часто доводилось испытывать унижение Меня даже обвиняли в воровстве Даже ты обвинял Давай забудем обо всем этом Можно забыть Но ситуацию это не изменит Все будет по-старому Ты никогда не простишь меня за это Тебя я простила Ведь ты изменился И я люблю тебя Но позволять Начинать все снова нет С меня довольна Не волнуйся Никто не помешает нашему счастью Другая на моем месте Отомстила бы за все то унижение Что я испытала Я же решила простить И правильно Я не хочу Чтобы меня снова мучили Не хочу Чтобы твоя мать Мешала меня с грязью Это было недоразумение Она не так поняла Она ясно дала мне понять Что я не сеньора Она имела ввиду Что сеньоры не кричат Мне не нравится Это домоправительница Она здесь лишняя Я боюсь ее Франко боюсь Она Как призрак селики Давно я не видела Селесту такой Конечно Ей же положили в постель Черную розу А потом она исчезла Это Тереза Боюсь в этом доме Скоро все будет по старому Мы должны что-то предпринять Ну что? Что? Если бы не спит Тереза А так у нас руки связаны Меня это натолкнуло на мысли Знаешь почему Больные с Пидом У которых есть деньги Живут дольше бедных Потому что они имеют возможность Убежать от зимы Избежать всяческих инфекций Я могу предложить Терезе Отправиться в путешествие в Европу Где сейчас лето И ты сделаешь это ради Терезы? Да нет Ради Селесты и Франко Сына моего мужа Ты думаешь? Ты не можешь больше испытывать это давление Да, да верно Мне так больно Очень больно Но эту проблему можно решить Ты прав Я не выношу эту женщину Стоит мне только вспомнить Что она завладела моим сыном Я не могу Может настало время Принять решение Какое Решение? Франко 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 Муж Селесты Если он от нее избавится Ты сразу пойдешь на поправку Разве ты не хочешь вернуть все на круги своего И стать прежней блистательной Терезой Висконти? Хочу А что мы делаем? Не знаю Не знаю Ты бы как поступила? Я подсыпала бы яд в еду Нет, 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 нет Дыши 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 Еще раз Это не пойдет, Тереза Все сразу догадаются Есть другой способ Джон Не интригуй меня Селеста – миллионерша А в нашей стране миллионеры – лучшие кандидаты для похищения вымогателями Если хочешь Я могу начать прощупывать почву Ну, что? Дыши Дыши Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Папа, это Хуан Игнасио. Хуан Игнасио, это мой папа. Очень приятно, сеньор. Орнелла мне много о вас рассказывала. О своем папе. Красивый дом, правда. Я заметил, вы ценитель прекрасного. Хуан Игнасио, прелесть. А ваш акцент? Вы откуда? Из Венесуэлы. Мы уже несколько лет живу здесь и до сих пор не избавился от акцента. А чем вы занимаетесь? Но папа, вы только познакомились? Я имею право знать, с кем встречается моя дочь. Нет, мы не встречаемся, мы жених и невеста. Твой отец прав. Я дипломированный психотерапевт. Психотерапевт. Идеальный выбор для нашего дома. Он получит и жену, и практику. Ты вовремя, Клара. Хуан Игнасио, позволь тебе представить мачеху Орнелла. Вы знакомы? Разумеется, нет. Но вокруг столько людей. В конце концов, кажется, будто знаешь всех вокруг. Все на одно лицо. Не думаю, что есть кто-то похожий на меня. Я в единственном экземпляре. Он психотерапевт. Да, будет всех нас изучать. Психотерапевт. Какая интересная профессия. У вас должен быть красивый диван. Да. Очень красивый. Что за вопросы? Дорогая, ведь я твоя мачеха. Я о тебе беспокоюсь. Ты собиралась уходить. Дорогая, ты могла бы быть со мной немножко повежливей? Как видите, мы все дружная семья. А размолвки у нас дело крайне редкое. Правда? Вам нравится наша семья? Самое благоприятное впечатление. Пожалуй, я останусь, чтобы пообщаться с настоящим мужчиной. Клара, прошу тебя. Дорогой, разве это хорошо отсутствовать на ужине в честь жениха нашей дочери? Я должна рассказать ему обо всех достоинствах Арнеллы. О том, как она готовит и так далее. Мы ведь не хотим, чтобы она так и осталась старой девой. Валентин, не мог бы ты сказать Кори, что я остаюсь на ужин? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok